Кабалиную расписку они писали. Понимаете, я изначально это увидел в желтушном издании LiveSamp. Я уже, блядь, защищаю свою репутацию и говорю, что нет, чел, 50 лайков и 0 дизлайков. Никто ничего не опроверг. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Клеветам. Такое, знаете, слово какое-то вот неприятное прямо. А если прочитать уголовную статью, то станет еще неприятнее. Но сегодня мы поговорим немного, знаете, отвлеченно, но тем не менее на тему, которая вот тут, знаете ли, витает в воздухе. После выхода моего вчерашнего видеоролика мне многие начали писать, мол, блядь, да я спросил у админов на Black Rush. И они сказали, что никакой вот этот, знаете ли, договор, вот эту кабалиную расписку они, они писали. Поэтому ты давай-ка тут не пизди, и как бы на Black Rush это там все нормально, все вообще замечательно и все хорошо. Вот то, что тут говорят, это все хейтеры, фейк, обрет и вот все-все-все вот эти вот, знаете, прочие вещи. Я ведь задумался еще, вот когда я все это читал, я задумался, типа, ну не может же все в Сампе, вернее это даже КРМП, не может же все в КРМП быть, ну так вот плохо. Ну каким вообще образом, ну какие 25 тысяч рублей, ну что это вообще такое, я еще задумал, я подумал. Но потом я увидел, что это выложил сам World, и понимаете, я изначально это увидел в желтушном издании LifeSamp, который никогда, нихуя вообще в своей жизни не проверяет и верит им, разумеется, по большему количеству вещей, которые они туда выкладывают, публикуют и так далее, нельзя, но как только это выложил сам World, а сам World, я как бы доверяю, у меня большое количество разнообразных теплых воспоминаний, связанных с этим самым журналом, и сам World это тоже выложил, тем самым подтвердил все эти слова, да и тем более, если бы это была такая, знаете, наглая клевета, наглая вот эта вот ложь, Филькина грамоты и ничего, знаете ли, вот эти вот разработчики BlackRush'а, Руллиплей в КРМП, а не дают подписывать, то почему на своих официальных ресурсах они даже это, ну, не опровергли никак? Ты еще представляешь, на меня какой-нибудь долбоеб постоянно там может вякать, там еще что-то делать, я уже, блядь, защищаю свою репутацию и говорю, что нет, чел. О, ну ясно, опять Аризона Апсер очередного нормального проекта проплатила, ох уж это, блядь, Аризона, вот только она спит и видит, чтобы проплатить, такого сука, а вот Аризона, вот сука, блядь. Это было не так, то есть, так было в ситуации с Брулевым, так будет еще со всеми прочими людьми, кто будет подобную хуйню делать и вообще что-то подобное, блядь, устраивать, ну, то есть, ну, это понятная хуйня, типа, ну, это же абсолютно всем понятно, блядь, типа, чуваки, ну, определенно же, блядь, ну, вы чего нахуй? И, типа, я посмотрел, и там вообще никакого опровержения нету, типа, нет, это, блядь, придумали вот эти самповские журналы, чтобы на нашем, знаете ли, добром имени поднять себе хайпа, лояльность и вот все-все прочего, чтобы все это пообсуждали и была вот вся вот этого, знаете ли, хуйня. Но, блядь, типа, такого нету. И вы представьте, то есть, проект 100 тысяч онлайна и такого нету. Возможно, сейчас они это в самом деле убрали, как только поднялся вот этот вот шквал негодования, негатива и все прочее. То есть, тот мой видеоролик, чтобы вы понимали, набрал 50 лайков и 0 дизлайков. То есть, если бы я так, знаете, просто таким, знаете, не знал, кто я такой и просто каким-то таким, знаете, мельком проходил помимо вот этих вот всех каналов на ютубе, каналов, и увидел бы все вот это вот, я бы подумал, что это накрутка, в самом деле, потому что, блядь, какие 50 лайков на 0 дизлайков. Сейчас, возможно, после выхода данного видеоролика дизлайки там посыпятся. Тем не менее, это вообще ж охуеть. И типа, я смотрю, я в самом деле, и даже после моего видеоролика, там даже вот до сих пор там все это обсуждают, никто ничего не опроверг. То есть, проект, который бы заботился о своей репутации, он бы такого не допустил. Поэтому у меня складывается впечатление, что в самом деле все это было. И вот меня до сих пор уже даже, я там, не знаю, комментарии идут, меня обвиняют в том, что, чел, бля, ты нахуй говоришь полную хуй, это вброс, блядь. Это вброс, чтобы оклеветать хороший проект Black Russia. И устроено это все конкурентами. Ну, может быть, оно так и есть. Как бы, кто в этом будет спорить? Я за любые теории заговорю, я за всю хуйню, я за все вот эти, вот знаете, прочие штуки. Но тут-то, блядь, даже доказательств никаких нету, что это какая-то клевета. Тут все говорит против всего этого. То есть, тут все против вот всего этого. То есть, это пиздец полное. Это вообще ебануться, блядь. Это, блядь, это охуеть. И, то есть, все это подтверждает, что, в самом деле, по всей видимости, Black Russia давал подписывать вот эту вот свою хуйню. Но после того, как, видимо, какой-то админ возмущенный всем этим выложил, это слил куда-то и так далее, они эту всю лавочку-то прикрыли, потому что кому, блядь, это надо? Проект вроде как только поднялся, и уже вот он, то есть, так упадет, что ли, в глазах людей. И он уже начал падать, чтобы вы поняли, уже многие говорят, что, блядь, Акуссман, то есть, многие люди-то приходят на вот эти вот все КРМП-проекты, на все, тем более, КРМП-проекты. Для чего? Для того, чтобы почувствовать какую-то власть, стать, допустим, сначала лидером, потом админом. А тут получается вот такая вот хуйня. То есть, сегодня вот так вот контролируют админов, а завтра, чтобы на лидерку встать, нужно будет, блядь, там, я не знаю, паспорт, все страницы заскринить, и там, и банковскую карту, я не знаю, еще что-нибудь, там, я не знаю, и ННН Полис снился, блядь, чтобы они вообще все знали, и если там, мало ли, лидерку, не дай боже, сольют, чтобы знали, кому идти ебало бить. А тут, ну, я просто, я не понимаю, серьезно. И, то есть, люди, которые меня, я-то, я открыт к критике, безусловно. Иногда я совершал ошибки, и хотел сказать, что я постоянно извинялся за них, если что-то подобное было. В самом деле, если я действительно был неправ, я извинялся, и тут я подумал, что мне уже так много людей пишут, и ВКонтакте, там, и везде. Я подумал, типа, ну, может быть, я серьезно ошибку допустил. А нет, это просто фанатики данного проекта не готовы принять то, что в самом деле проект может, ну, вот, выкидывать такую прочую хуй. Я тоже в это не верил поначалу. Но если что-то постится в сам Ворлде, то это с вероятностью, наверное, я не знаю, в 98%, правда, а 2% это потому, что никому нельзя верить, чтобы вы понимали. То есть, вот так вот. Но, просто пиздец. Опять-таки, если после моего видеоролика, или после там каких-то дополнительных постов, дополнительных комментариев, они все-таки это опровергнут как-то, то тогда ладно. Тогда еще можно будет что-то сказать, как-то вот со всем этим разговаривать в целом. Но пока они не опровергают, я как-то, извиняться смысла не вижу, как какое-то опровержение выпускать. В самом деле, потому что это пиздец. Это в самом деле, блядь, пиздец. И те, кто там в комментариях что-то писал, ну, вы бы хоть сами-то как-то информацию более-менее проверяли, а не так, что вот я там зашел на сервер, написал в репорт админом, потом спросил у двух игроков, хлопнул два раза в ладоши, и мне вот сказали, что никакой договор и никакую расписку подписывать не надо. Ну, ребят, ну, как-то посерьезнее уже надо было, вообще это ебанутая хуйня. Однако, ладно, Аризона мне никогда не проплачивала какое-то засирание других проектов, то есть вообще там все это не то, что порицается, но в целом на это, я думаю, не особо хорошо смотрится. Все это сделано исключительно по моей инициативе и на информации, взятые из открытых источников сети интернет. В том числе из LiveSamp'а и Самворлда они опубликовали идентичные статьи практически, и, ну, я склонен этому доверять. Однако, ладно, геймплей данного видеоролика был заснят на проекте Аризона РП, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании, там же в описании находится ссылочка на мой телекрам-канал. Заходите, подписывайтесь и чувствуйте себя в целом как дома. Всем спасибо за просмотр, всем пока.